Физкульт привет! В эфире спорт для всех. Программа для тех, кто хочет быть в форме и я ее ведущий Сергей Куропов. Как обычно, мы помогаем вам оставаться бодрыми каждое воскресенье в 9.30 утра на третьем канале. И сегодня в нашем выпуске рассказ о самом массовом зимнем спортивном мероприятии страны. Зимняя лыжня 2011. В программе «Спорт для всех». Полмиллиона лыжников бегут вперед к победе. Лыжня России 2011 превзошла все ожидания. Услышим еще раз аплодисменты ваших болельщиков и участников. Как из спортзала в больницу не попасть, спортивный доктор отвечает на вопросы телезрителей. Может быть, это связано просто с психологическими особенностями вашего ребенка. Рубрика «Из первых уст». Самые успешные и знаменитые россияне рассказывают о своих спортивных достижениях. Я взлетел так на первой же горке, да, тоже пролетел куда-то в кусты и упал в речку. По географическому охвату и количеству участников лыжня России – это самый массовый спортивный праздник страны. В этом году он охватил 70 российских регионов – от Камчатки до Калининграда. А сколько народу вышло на лыжню, даже и подсчитать трудно. Называется примерная цифра – полмиллиона спортсменов. Среди них были как профессиональные лыжники, так и любители и ветераны спорта. Традиционно возрастных ограничений не было. И рады были всем, как детям, так и людям золотого возраста. Итак, подробный отчет о самом массовом спортивном мероприятии страны – лыжней России – в репортаже нашего корреспондента Геннадия Кочеткова. Лыжный спорт как форма семейного отдыха. Такое определение лучше всего подходит этому без преувеличения народному празднику. Здесь легко отвлечься от будничной суеты, набраться сил и хорошего настроения. Яхромская лыжня России в этом смысле уникальное явление. С чем и поздравил гонщиков министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. Вы выбрали спорт, вы поступили правильно. С праздником вас! Несмотря на суровый мороз и неясную погоду, у участников гонки настроение отличное. Огромная армия лыжников всех возрастов с воодушевлением ждет выстрела стартового пистолета. И вот торжественное мгновение. С холма, где работала наша съемочная группа, не видно трассы. Ее закрыла сплошная масса радостных лыжников. Ваилонское столпотворение, где важно чувство локтя. Впрочем, далеко не всем так важны секунды. Многие катались в свое удовольствие, делясь походу восторженными впечатлениями. Настроение прекрасное. Погода замечательная. Лыжи, здоровье, настроение. Настроение прекрасное. Лыжи прекрасно. Единственное ветерок, но он взад, так что прекрасно. Уже несколько лет подряд из программы соревнований исключены марафонские дистанции на 50 и 30 километров. По мнению организаторов, для неподготовленного человека это слишком трудное испытание. В итоге оставили 10-километровую гонку, которая в этом году объединила все категории участников. Мужчин и женщин, молодых и старых, профессионалов и любителей. Самым первым пришел москвич Максим Фадеев. Было видно, что этот парень занимается лыжами профессионально. Мне очень понравилось. Лыжня была подготовлена нормально. То есть, несмотря на обиды снегопада в последнее время, очень хорошая трасса. Триумфаторам вручали кубки и памятные призы. Наградить самых быстрых гонщиков приехали олимпийские чемпионы. Помимо поздравительных речей звучали призывы заниматься физкультурой и чаще вставать на лыжи. Ведь смысл праздника – сделать этот спорт популярным и еще более массовым. Это самое главное в лыжне России. Чтобы была массовость, чтобы люди понимали, что есть возможность прокатиться, показать. Ну, может быть, для любителя не совсем, конечно, спортивный результат. Но, тем не менее, они многие ходят, смотрят за сколько, между собой соревнуются. Это гонка не где мы хотим увидеть спорт высоких достижений, а это массовая гонка. И именно мы много говорим о здоровье нации. Наверное, нужно подумать, чтобы у нас как можно больше было уроков физкультуры на лыжах. Чтобы мы вспомнили, что мы северная страна, и чтобы мы умели ходить и кататься на лыжах. Герой России и отечественного спорта, пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина, посоветовала родителям как можно раньше приучать ребенка к лыжам. Это полезно для его развития и здоровья. А если чадо увлечется, можно и в секцию отдать. Ведь хороших лыжников воспитывают с молодых ногтей. Я начала свой путь лыжный в совсем маленьком возрасте у себя во дворе, на обыкновенных деревянных лыжах. Поэтому, конечно, время идет вперед. Сейчас совершенно другой инвентарь. Но, наверное, первые свои шаги можно и начать именно с обыкновенного простого инвентаря, который доступен. Старость в радость, если в руках лыжные палки. Вышли на старт и спортсмены весьма почтенного возраста. Даже несколько ветеранов Великой Отечественной нашли в себе силы поучаствовать в гонке. Спорт помог мне пройти в суровые тяжелые годы с 41-го года по 48-й. Спорт мне помогает сейчас пройти в 88-й рубеж. Я обращаюсь к молодежи. Занимайтесь спортом. Спортом – жизнь, сила, бодрость, красота. Не ходите с поднерозных зубах и бутылкой в руках. Также обращаюсь к пожилым. Тоже двигайтесь, шевелитесь. Меньше охраняйте диван и телевизор. Вот уж действительно лыжне все возрасты покорны. Завсегда-то и говорят, любовь к этому виду спорта передается от поколения к поколению. Именно поэтому сюда принято приезжать всей семьей. Помните, неправильные занятия спортом чреваты многими проблемами – вывихами, ушибами, растяжениями и прочими травмами. В нашей рубрике «Врачебно-физкультурный кабинет» мы организовали для наших телезрителей связь со спортивным доктором, который отвечает на все ваши вопросы. Доктор, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Наталья из Видного спрашивает. Доктор, сын ходит в секцию волейбола. С наступлением зимы тренер жалуется, что ребенок все время спит на тренировке. Не опасно ли это? Может быть, нам следует обратиться к врачу? Нет. Я думаю, что повода к обращению к доктору в этой ситуации нет. А то, что ваш ребенок, как тренер говорит, спит на тренировке, может быть, он просто устает во время занятий в школе. И вообще ребенок перезагрушен различного рода занятий. И может быть, это связано просто с психологическими особенностями вашего ребенка. Может быть, он склонен быть флегматиком. Я бы в этой ситуации посоветовал пересмотреть и, может быть, выбрать какой-нибудь другой вид спорта или другой вид деятельности, который более подходит вашему ребенку под его психологические особенности. Занимайтесь спортом, занимайтесь своими детьми, любите их и будьте здоровы. Занимайтесь спортом? Хотите, чтобы мы рассказали о вас, о вашей секции или соревнованиях? Пишите. Спорт собака 3channel.ru Хотите заняться спортом, но не знаете каким? Желаете поприсутствовать на спортивных соревнованиях, но еще не решили, куда пойти? Смотрите нашу постоянную рубрику «Афиша», в которой мы расскажем вам о самых интересных спортивных мероприятиях московского региона. На этих выходных в Московской области на лыжной базе «Сходня» проходит первенство столицы по лыжным гонкам среди сборных команд детско-юношеских спортивных школ. Сегодня, 20 февраля, в программе индивидуальная гонка с партным стартом и свободный стиль. Юноши побегут 3, а девушки 2 километра. В спорткомплексе «Измайлова» сегодня московский международный турнир по джиу-джитсу. В боях участвуют сильнейшие составы национальных команд Европы и Азии, в том числе победители и призеры чемпионатов мира и Европы. В этом году турнир является этапом Кубка Европы, а значит, накал страстей будет поистине нешуточным. Адрес – «Сиреневый Буйвар», дом 2. Начало в 10.00. Вход свободный. Все знаменитости во все времена были в той или иной мере дружны со спортом. В нашей постоянной рубрике «Из первых уст» самые известные российские политики, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса рассказывают о своем личном спортивном опыте. И сегодня один из самых успешных предпринимателей современности – Вадим Дымов – расскажет свою спортивную историю. Я увлекаюсь мотокроссом, даже не мотокроссом, а эндуро. И люблю лыжи, горные лыжи, да. У меня есть порой смешных таких случаев в жизни. И, пожалуй, вспоминаю, да. Однажды я был на горно-лыжном курорте, по-моему, Ижгель. Да, и так мы с друзьями, компания, у нас было 15, да. И я когда отстал от стаи, как говорится, когда спускались с горы, да, и смотрю, группа стоит, ждет меня на таком на спуске. Я думаю, ну, она ждут, я сразу буду, теперь я буду первым, они будут последним. Я поворачиваю направо, да, и взлетаю. И лечу, наверное, ну, секунд 20. И потом я понимаю, что что-то произошло не то, да. Я как бы поднимаю лыжи и палки, бросаю все, приземляюсь, кувыркаюсь метров, наверное, 300. И только потом до меня доходит, что это был черный спуск, в общем, экстремально черный, и все смотрели, да, какой сумасшедший, да, поедет, да. На самом деле, надо было ехать дальше, да. Это если говорить о лыжах. А мотоцикл я помню, как я первый раз взял, купил спортивный мотоцикл, да. Я долго выбирал, долго думал, и мне друзья советовали, одни из моих приятелей мне посоветовали купить КТМ, там, 525. Это, ну, чтобы все понимали, это самый мощный мотоцикл, который только существует. Да, такой вертолет такой, вертолет, да. Ну, я думаю, ну, наверное, специалисты посоветовали, да. И я сел, и на трассу поехал один, да, почему-то, как решил без тренера, думаю, ну, сейчас сам покатаюсь так, чтобы мне никто не мешал, да. И это мой был первый опыт, когда я сел за руль вот спортивного мотоцикла, да. Я взлетел так на первой же горке, да, тоже пролетел куда-то в кусты и упал в речку, да, вытаскивал мотоцикл. В итоге мой приятель впоследствии, Александр Нифонтов, да, он мне сказал, Ваня, Ваня, то купил себе вертолет, да. И я купил себе машину значительно менее мощную. И впоследствии только с тренером начинал свое занятие. И, наверное, года два я работал только с тренером, чтобы потом понять, что такое удовольствие от езды и удовольствие от занятия мотокроссом. И это все, о чем мы успели вам рассказать на этой неделе. Увидимся, как обычно, в следующее воскресенье в 9.30 утра на третьем канале. Не пропустите в нашем следующем выпуске «Игра в ревущие камни». Керлинг – традиционная шотландская, а теперь уже и олимпийская забава. До встречи. Будьте в форме и помните, спорт – это для всех.